Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную нимфочку, связанную на крючке номер 18 фирмы Strike. Это будет один из вариантов чешской нимфы. Предназначена для поимки мелковатой рыбы. В качестве тела мы уже с вами изготавливали. Мы будем изготавливать из вот такого материала фирмы Hands. Значит, у меня имеется несколько цветов и оттенков. И из них мы должны с вами сформировать в равных частях тела, не доходя буквально миллиметр до шарика, для того, чтобы мы могли обозначить с вами лапки и грудку. Я начну, как обычно, из более светлого, потом будут идти коричневый, и грудка и все остальное у меня будет вот таким вот морковно-оранжевым цветом обозначено. Давайте изготовим и продолжим дальше. Изготовили с вами вот такое тело. И теперь нам понадобится, это вы уже сами для себя выберите, или захотите, лапки изготовите из вот такого пера. Но я имею маску писца, и у него имеются вот такие хорошие остевые волоски, что можно изготавливать тисточки. Я совсем небольшую щепоточку отрезал, сколько мне необходимо, подгодовил, подобрал их, подровнял по длине, и теперь я только лишь вот как обычно кладу на палец, разровняю их и сделаем ёршик. Вот мы изготовили вот такой симпатичный ёршик, удерживаем теперь нить в натяжении и отодвигая вот так наши ворсинки назад выполним обмоточку. Но теперь остаётся немножко оккультурить и сделать завершающий узел. Сделали завершающий узел и вот такая нимфочка, которая микро, рассчитана на поимку всякой мелочи пузатой, готова к работе. Расцветки и оттенки можно использовать всевозможное, но желательно так, чтобы у нас вот его величина, чтобы вы видели, желательно, чтобы у нас привлекающие элементы как шарик или допустим тело или точка прицеливания обязательно присутствовала. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!